Доги Стайл 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 Семиметровые, семиметровые, это вот обычная Нивовская жадка. Выглядит всё очень красиво, прекрасно. Я ещё в работе, честно скажу, не проверял. Буду проверять прям вместе с вами. Ростельмаш, значок у нас тут. Ладно, садимся в него. Ну как, осмотреть визуально, в принципе, что его осматривать. Красивая Нива, всё аккуратно сделано. Мод, блин, весит мод, кстати, там около 30 мегабайт, а выглядит симпатично. Как заявили, пачкается полностью, моется, так пачкается, я как видел на видео. Короче, у автора мода этого, он вообще весь был в грязи, я не знаю, где он нашёл такую грязь. Ладно. Запустились мы, подцепляем жадочку, подцепили. По звуку, ну не противный звук, но я не знаю, это родной его, не родной звук. Честно, напишите в комментариях, пацаны, как думаете, это родной звук, не родной. Осматриваем кабину, как всегда нам интересна кабина. Блин, вид с кабины шикарен, прям как в настоящем. Можно сидеть вот так вот и смотреть, захват, жадкая, как вы видите. Ну, как-то, этот, телепается, короче. Так, спидометр электронный у нас работает. Задняя дверь, так, так, руль крутится, педали не жмутся, да? Приборка даже работает, как вы видите, спидометр, отключение каналов. Прикольно, блин, прикольная такая текстурка, сделана красиво. Свет, есть, 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 всё, есть, всё, сзади, везде всё светит. Бункер, всё, светотехника работает внутри, светотехника. Да, тоже, и внутри запускается даже светом, как вы видите, написано даже синенькое. Классно работает. Давайте выкупим поле одно. Я ничего не покупал, я захожу просто так, для тестов. Так, нам участок нужен вот этот, давайте, наверное, купим участок, да? И попробуем покосить сразу, попробовать его в работе. Пока он у нас будет косить, мы протестим другую технику. Ну, посмотрю сейчас, как оно всё, конечно, Миша самому интересно. Всё-таки, это второй русский комбайн, их не так много ещё, как характеров, там, например, Камазов. Так, их разворачивать никак не надо, никак, я понимаю. Запускаем. Всё, запустили комбайн и поехали. Анимация всё работает, прикольно так анимация, кстати, пашет. Волок, лошадь, не знаю, разбрасыватель включить. Можно здесь? Да, всё, и разбрасыватель работает, как вы видите. Рабочая скорость 8 км в час, а ну, с видом от первого лица. Пылит, смотрите, как пыль здесь. Блин, прикольно это всё смотрится. Вот так вот внутри, прям очень атмосферно, реально атмосферно можно ездить, кататься. Это обороты 2160, это настоящие обороты, вы видели? В работе показывают обороты, на ходу показывают скорость, класс! Вы реально, если косили на комбайне, вы знаете, что примерно таких, там, 2180, 2160, на таких оборотах комбайн работает, ну, по крайней мере, Дон. А тут и Нива, блин, ну это очень такая, как бы, мелочь, но интересная, интересная мелочь, реально, мне прикалывает она. Бункер, как я понимаю, здесь маленький, но мы его особо не видим. Ладно, отправляем комбайн, пускай косит, мы к нему ещё вернёмся. Так, следующий мод, вот такой вот Камазик. Камаза вышла куча, поэтому на Камазе не будем заставить внимание. Единственный косяк, ну, не то, чтобы косяк, наоборот, а единственный его, как бы, такой вот момент, что выделило его из остальных, это его полуприцеп, который идёт вместе с ним в паке, полуприцеп-зерновоз, как вы видите. Оп, провалился, отлично. Это очень классная вещь, Камаз, давайте я вам покажу, быстренько заставить внимание не буду, грузовики, кажется, вот этот вот Камаз, 76 тысяч, ему цена бренд колёс, ставятся колёса, видите, меняются, дизайн ставится, также верхний вот этот вот спойлер, седло, и двигатель БМЗ такой-то, и Евро-2, короче, ставится движок, у одного 300 лошадиных сил, у одного 209. Так, прошу ощущения за видео опять. Цвет меняется, абсолютно колёс меняется, Камаза меняется, это всё хорошо. Камаз я уже купил, менять не буду. Полуприцеп, запускаем сразу. Полуприцеп, Камаз, полуприцеп, зерновоз, меняется основной цвет, там, допустим, вот мы полок поменяли, и цвет дизайна поменяли на вот такой. Всё, меняется цвет, всё красиво, всё аккуратно. С общей сна 25 тысяч, вместительность 30 тысяч литров. Классный полуприцеп, очень красивый, очень, если они смотрятся, подцепляем. Как вы видите, по Камазу, что по Камазу, светотехника работает, больше проверять нечего, внутри салончик. Блин. Внутри всегда подсветка светится, крутится, педали жмутся, гляньте. Класс. Внутри тишина. Немножко подбагнуто, что ли, или? Да, внутри как-то он тихо очень работает, подцепиться я вряд ли смогу так. Окей. Подцепляем, и смотрите, какая красота. Открываю, реально зерновоз, реально красиво смотрится. Давайте я его подгоню сразу к полю. Ну, как вы знаете, Камазы становятся, вот допустим, на дороге, и ждут заполнения, потому что на поле Камаз. Но если вы Камазист, если вы связывались с этим, он не будет по пахоте ездить по полю, вот. Далее, далее, так, на чём я остановился. Есть у нас такой перегрузчик, ну как это, передвижной бункер, что ли, или что-то в этом роде. Дон, Дон 20, кажется. Я, если честно, такими редко видел, что в жизни пользовались, но ними реально пользуются. Допустим, забрать зерно с бункера. А мы сейчас давайте с вами попробуем разгрузить наш... Мой любимый трактор, который самый, наверное, любимый мод уже был, и про него видос я его хвалил. Там плуг, он, видите, набор, всё, уже есть практически. Но осталось там селку купить. Культиватор, ну это мелочи, даже арендовать можно. Так, подцепляем мы его. Я вот, видите, вал отбора мощности сразу встал. Я вот не знаю, МТЗ, по идее, ему тяжело очень тянуть такой бункер, вместимость его. Сейчас в магазине я открою, вам посмотрю, прицепы с винтовыми конвейерами. Так, Дон 20. Есть дизайн. Что-то он у меня не отобразился, что-то завис. В общем, цена 51 тысяч, вместимость 20 тысяч литров. Не знаю, почему-то картинка не отобразилась. Ну да ладно. Блин, въехали, застыряли. Всё, выехал. Сейчас я разгрыжу, постараюсь комбайн свой, вот этот. Немножко вытопчу, ну и бог с ним. Если он вообще подъедет, блин, здесь же жадко. Ой, жадко, и этот самый, и труба короткая-то, правильно? Братулёк, а почему ты меня не захотел разгрузить? Я ещё потом одну тему проверну, пацаны, с вами. Но пока, блин, я хочу попробовать. Так, стоп, я отключу вытопчу. Сейчас, где-то вытоптывание. Убедание, ещё же не растение выключить. Я тут всё вытопчу, блин. Пока вам моды покажу, пока мы с вами всё это посмотрим. Такс. Давай, братулёк, разгружайся. Опять я не подъехал под него, да? Тяжело, блин, тяжело с такой большой бандурой под такой маленький комбайн. Потому что у него шнек коротенький и низко получается. Будет торчать. И надо как-то аккуратно под него подъехать. Даже доном тяжело под КамАЗы подъезжать. А здесь, я так понимаю, вообще винтовой этот конвейер огромный. Так, ну и где пересыпание? Почему не пересыпает? А в чём дело? Почему-то не работает это. А что я сделал не так, я не помню. Так, выкидываем трубу и начинаем высыпать. Или текстурка какая-то кривая, пацаны. Видите, не срабатывает пересыпание это всё. И текстурка прозрачная. А в чём? Видите, я подъезжаю сюда и тогда начинает наполнение, но оно какое-то забагованное. В общем, пацаны, я вам этот мод пока не рекомендую, но это перегрузчик. Потому что, как вы видите, он чё-то багованный немножечко. Ну как немножко, он пиздец какой багованный. Окей. Попробуем хотя бы его развернуть, пересыпать. Но пока будем ждать, пока его доделают. Потому что в данном этапе он не очень. Так, а как его развернуть? Выставить трубу. Выставляем. Хорошо подъезжает под него. Ну тут, в принципе, подъезжает. Разгружается, да? Быстро очень разгрузился. Это класс, да. Но, блин, нет, парни. Вымазывается колёса, как вы видите, грязные. Трубу сложить не нравится. Честно, не нравится. Пока кривая моделька, кривая коллизия. Поэтому не советую. Так. Есть у меня ещё один мод. Есть у меня один мод. Выйти из машины. Я пока не буду его показывать живую. Смотрите, что нашёл. 2 ПТС-4. Сделано в СССР. Именно для любителей старого дерьма. Как мне в комментариях написали, что задрали мы любители старого дерьма. А я ему доказывал, что это всё атмосферно и классно выглядит. В общем, я, как бы там никто ни говорил, я останусь при своём. И хотя бы в игре я буду играть на этой технике. Потому что это как бы ностальгия. Это жизнь. Это, блин. Не каждый может себе позволить. Джундира там и всё такое. Не только в игре. То есть не то, что в жизни. Но даже в игре это тяжело себе позволить. В общем, вот такой вот рецептчик. 2 ПТС-4. Цена 2,5 тысячи долларов. Ну, слабенький вообще рецепт такой. Смотрите, это у нас бархта убирается. То есть мы можем для погрузки этих поддонов, мешков, всяких там семян. Ну, всё абсолютно, что угодно, можем всё загрузить. Я не знаю, кстати, ремни ставятся, не ставятся. Я не проверял, честно вам, признаюсь. Есть вот такой прицеп. Вместимость с бортами, вместимость 5000 литров. Ну, 5 тонн. Грубо говоря, бункер он должен забирать. Так и есть. У него примерно там пару досок борта наращивают. Но есть ещё такая вот шизофрения, кстати. Смотрите. Вместимость 11700. Я не понимаю, как с такими бортами ты поедешь. Но это нереально. Зерно просто если засыпать полное, раздает. Поэтому я и не стал брать такой прицеп. Если для тюков это ещё как-то, то для зерна 11 тысяч это... Не повезёт, не потянет. В общем, я купил вот такой прицеп. Смотрите, как у меня всё погнуто здесь. Красиво выглядит, да? Текстурка 200 тысячи всего. Ладно, сейчас, пацаны, увидим, как это жизненно выглядит. Вот он. Вот он наш прицеп. Смотрите, какой. Реально, колёса. Смотрите. Всё, всё. Абсолютно. Блин, ну красота. Подъёмный механизм. Сейчас я ещё затещу, как он работает, этот подъёмный механизм. Трактор, я так полагаю, мы тоже берём. Старенький спускочок. Для атмосферности. Всё, правильно же? Вот это, пацаны, уже полный набор. Полный набор техники, которые можно использовать у себя в хозяйстве. Ну, кроме у того вот винтового конвейера. Короче, говно. Вот у перегрузчик тот, мне не нравится. Всё, мы подцепили. Вот единственное, что я не могу эту... Круг этот заблокировать, чтобы загнать задом. Я не знаю, может, когда можно в этой игре это сделать? Я без понятия. Сторона разгрузки изменяется, как вы видите. Ну, пока это, в принципе, и всё. Сейчас попробую загрузить это всё дело. И посмотрим, как выглядит зерно в нём. Так, всё, подрешаем. Вот, вот видите, вот от Нивы классно возить такой техникой. И опять, почему-то разгрузка не работает. А не, всё сработало, коллизия. А в чём дело? Я не пойму. Это коллизия, скорее всего, пацаны, на Ниве попорченная. Вы видите, что я Нивой не могу, под Ниву не могу именно подъехать, как надо. А где у неё? Так, а ну, стой, глядя. Где-то, где-то нужно нащупать. Это Нива, короче, коллизия шнека на Ниве неправильная, по-моему. Что я даже в этот прицеп не могу разгрозить. Каким боком мне нужно под него подъехать, я без понятия, блин. Ну, сейчас. Поподъезжаю всякими разными способами к нему. Так, братан, не переворачивай меня. Не найду. Вот, вот точка соприкосновения нашлась. Но, блин, как она нашлась, я без понятия. Короче, это Нива, оказывается, я зря решил на тот конверт. Пацаны, Нива классная, доделайте, пожалуйста, Тома, доделайте этот шнек, эту коллизию. Потому что, блин, ну, нифига она не работает. Так, всё, три... А, он что-то взял, типа высыпал, я понял. Короче, вот так вот выглядит наполненная... Ну, то есть, наполненный прицепчик. Давайте выйдем, поглядим на него. Блин, прикольно смотрится, классно. Так, трактор вымазываться уже начал. Я не знаю насчёт пачкается, текстура не пачкается. Но сейчас я пробую прям поле здесь высыпать, как это всё выглядит. Подъёмный механизм влево высыплю. Элеватора у меня ещё здесь нет, но это как бы такая тестовая сессия. Так, ну чё, с разгрузки? А как разгрузить здесь, я чё-то не пойму. Хонтер и... Нет доступа к участку, я понял. Надо сюда, наверное, заехать. Здесь разгрузиться, да? Да, здесь могу. Борт открывается, подъёмный механизм работает. Я высыпаю прям под себя. С одной стороны, это прикольно, кстати, смотрите. Но чуть-чуть у меня осталось. А, всё, отъезжаю и типа высыпается всё, да? Да, класс. Назад не будет. Не, назад всё само опускается. Раз, и борт закрылся. Классный, пацаны, мод. Мне нравится, атмосферно. Вот Ниву надо фиксить. Вот, парни. Короче, вот эти моды я вам хотел показать сегодня. Громко, наверное, я не знаю. Громко трактор этот работает. Ну, дай бог с ним. Лук, вы уже видели. Как мне сделали замечание. Парень, который написал, типа, что пахать нужно правой стороной. Да, ты прав, я, это моя, моя оплошность была. Вот тут это маркер, по идее. Я фиг знает для чего. Ну, короче, ладно, бог с ним. В общем, пацаны, вот такие моды на сегодня. Вот так вот я вам показал. Вот этот прицеп зерновоз, я его пересыпал. Сейчас заодно зато истим, как и он разгружается. Ну, по идее, блин, он просто будет высыпать без всяких там... Он же не будет перекидывать, правильно, никак? Так, сторона разгрузки назад, а я могу менять влево. Ну, допустим, влево давайте разгрузим. А, здесь нельзя выполнить это действие. Я понял. Короче, можно выгружаться только на элеваторе, правильно? А, не, я могу. Смотрите, как выгрузка происходит. Кузов поднимается. Прикольно всё. Цилиндры, всё работает. Да, классный, пацаны, классный, короче. А если назад, через дверцу, то высыпается. Вот, вот такие моды. В принципе, претензий вообще почти нету. Единственное, что претензии имеются к Ниве, потому что у неё коллизия шнека какая-то кривая. Если, пацаны, вам понравились эти моды, то не забывайте лайк. Сегодня вечером, возможно, стрим запустим. Ну, это не точно, конечно, но по ферме почему-то люди не хотят. Поэтому, пацаны, надо заскринить вот эту картиночку на всякий случай. В общем, парни, моды все будут в комментариях. Ой, что я с этими комментариями? В описании. Все ссылочки на Google Диск качаем, пользуемся. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok